Здравствуйте, уважаемые пользователи. В этом видеоуроке я хочу рассказать вам о системе управления интернет-магазином, которая называется WebAssist. Итак, для того, чтобы нам перейти в панель управления сайтом, нашим магазином, вам необходимо сначала получить доступ к этому сайту, то есть логин и пароль, и ссылку для входа. Чтобы это сделать, напишите нам на электронную почту info.sobako.lred.ru письмо с следующего содержания. Прошу предоставить доступы до такого-то сайта, и наши специалисты ответным письмом вышлют вам логин, пароль и ссылку для входа. Итак, когда вы получите письмо с доступами, переходите по ссылке и попадаете вот в такое окошко. Я вам покажу, на примере сайта FamilySushi. Это интернет-магазин доставки японской еды. Итак, когда вы попали вот в интерфейс панели управления, сперва вам предлагается ввести логин и пароль. Вы вводите свои логин и пароль, которые вам сделали в письме, и нажимаете кнопку «Войти». Итак, мы находимся в панели управления сайтом, и сейчас я коротко расскажу о основных функциях панели управления. Итак, пойдем по порядку. Здесь на основном экране, в принципе, вы можете самостоятельно изучить. Тут вся основная информация по сайту, то есть по заказам, по отзывам, по новостям, которые вы размещали, по событиям, которые размещаются на сайте. В верхнем меню у нас есть четыре пункта. Первый пункт – это контакты. Здесь вы можете видеть всех пользователей, которые зарегистрировались на сайте, которые делали заказы или собираются сделать заказы. В разделе «Все контакты» или в разделе «Магазин» вот он, список пользователей. Вы можете зайти в любого пользователя и посмотреть его информацию. Дальше. Пункт «Меню магазин» – это основной пункт «Меню», с которым вы будете больше всего работать. Здесь собрана вся информация по вашему магазину, начиная с заказов и заканчивая редактором шаблонов магазина. Итак, в пункте «Заказы» вы можете, соответственно, видеть все заказы, которые были совершены через интернет-магазин и можете управлять этими заказами, то есть менять их статусы, менять, соответственно, удалять какие-то заказы, какие-то заказы отменять, какие-то заказы делать оплаченными и так далее. Можете видеть также информацию, кто заказал, когда заказал, контактные данные пользователя, который заказал определенные товары. То есть здесь, в принципе, вся статистическая информация. Когда вам поступает заказ, вы автоматически видите его вот здесь, на этой странице и, соответственно, уже можете в дальнейшем предпринять какие-то действия, либо поставить его в обработку, либо поменять статус заказа на оплаченный, если клиент заплатил за этот заказ и так далее. Дальше во вкладке «Покупатели» в принципе здесь также все пользователи, которые когда-либо заказывали у вас что-то. Здесь вы можете видеть, на какую сумму они заказывали, количество заказов, когда были последние заказы совершены. Вкладка «Товары» предлагает нам перейти в интерфейс категории и товаров. Здесь тоже все достаточно просто. Слева мы видим навигацию по категориям. То есть вот они. Наши категории. Здесь цифра означает количество товаров, которые размещены в данной категории. То есть всего мы видим у нас размещено 237 товаров, добавлено 3 отзыва. И мы можем редактировать здесь товары, категории. Также здесь есть списки. Это какие-то блоки специальных товаров, то есть, например, новинки или хиты продаж или скидочные товары. И соответственно здесь вы можете ввести полностью управление товарами и категориями. Об этом мы поговорим еще в следующих видео, поэтому останавливаться, заострять я не буду здесь. На вкладке «Отчеты» вы можете увидеть также информацию по заказам. То есть тут статистика заказов, статистика покупателей, откуда были сделаны заказы, какими там доставками пользуются, какими оплатами пользуются и так далее. И на вкладке «Витрина» здесь все, что касается оформления страницы магазина. То есть тут тема дизайна, тут какие-то информационные страницы, редактор шаблона нашего магазина, ну и настройки магазина. Если мы нажмем кнопку «Открыть витрину», у нас открывается лицевая панель сайта. Ну то есть непосредственно главная страница нашего магазина. Теперь перейдем в раздел «Блог». Этот раздел предназначен для того, чтобы вы могли ввести какую-то новостную информацию, ленту новостей, либо какие-то акции сюда вписывать. Здесь вот есть новости публикации, акции, скидки. Это просто обычные информационные страницы с каким-то содержимым. То есть там заголовок, текстовка, картинка. Это все представляется в виде новостей на сайте в разделе «Новости». То есть вот он раздел «Новости», и здесь мы видим всю эту информацию. Вы можете также редактировать эти записи, удалять, добавлять новые записи и так далее. И в разделе «Фото» у нас находятся все фотографии, картинки, которые вы загружаете на сайт. Отсюда вы можете загрузить фотографии куда-то в статьи. Ну то есть в принципе здесь тоже все достаточно просто. Есть кнопка загрузки фотографий. Можно создавать разные альбомы, то есть сделать фотогалереи. В принципе, я думаю, это все элементы управления, которые вам необходимы для того, чтобы работать с интернет-магазином. Поэтому интерфейс достаточно прост. И более подробно о каждом пункте мы будем говорить уже в следующих видеоуроках. Если у вас возникли какие-то вопросы по работе сайта, вы можете обратиться в нашу компанию, написать на электронную почту infosobaka.lred.ru, и специалисты нашей компании обязательно вам подскажут. Спасибо за внимание.